Сижу, перебирая ответы, которые поступили нам, и, честно говоря, просто поражен работой, если можно так назвать, работой наших органов, контролирующих органов. Дело в том, что к нам часто обращаются жители многоквартирных домов с жалобами на плохое управление управляющих компаний. Мы приняли в работу эти обращения, отправили наших ребят, так называемых экспертов, в эти дома, провели исследования, и вот они у нас выглядят вот такие на много листов с картинками, с описанием, то есть нарушений. Не надо ничего проверять, в любой орган приходит наше обращение вот с картинкой, какое нарушение, в чем нарушение, описание нарушений, фотография. Бери, привлекай, то есть или выходи, конкретно прям по фотографии ты видишь нарушение. Но вместо этого, как всегда у наших органов, одни отписки, работы нет никакой. Вот начнем. Департамент архитектуры города Ростова-на-Дону переадресовали в ГЖИ Ростовской области. Прокуратура Ростовской области переадресовали в прокуратуру района и в ГЖИ Ростовской области. Прокуратура района переадресовала в ГЖИ Ростовской области. Администрация, но это ПРТОР тоже в ГЖИ. Здесь еще лучше, здесь Ростехнадзор перенаправляет зачем-то в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор перенаправляет в ГЖИ Ростовской области. В ГЖИ Ростовской области получаем ответ о том, что по несколько обращений мы ничего не знаем, мы ничего не можем, мы ничего не умеем, не понимаем. Добивайтесь правды сами. То есть полностью просто отписка, никто ничего не проверяет. Обжалуем ответ ГЖИ в прокуратуру Ростовской области, отправляем им и жалобу, и ответ. Прокуратура Ростовской области, вместо того, чтобы проверить все-таки ответ, законность этого ответа и их действий, берет нашу жалобу, ответ ГЖИ инспекции, и обратно посылает в ГЖИ инспекцию. Другой ответ ГЖИ инспекции Ростовской области, что пусть жители обращаются сами напрямую к нам в ГЖИ, а не через общественную организацию, тогда мы, может быть, там что-то примем. В основном это опять отписка о том, что мы ничего не умеем, мы ничего не можем, мы ничего не знаем. То есть нарушений нет, и нарушения никто не будет ни проверять, ничего. Такое ощущение, что наши органы перестали вообще работать. Зачем они нужны? Во-первых, это непонятно. Раз никто не работает, они превратились, не знаю, в какую-то курьерскую службу, которая просто переадресовывает бумажки с одного места в другое, или у них стоит какая-то, как сейчас есть, переадресация, что им поступило, все автоматом переходит другие органы. Поэтому жителям, естественно, невозможно добиться правды, потому что идет вот такая вот отписка, как и нам. Работают эти службы, к сожалению, только в одном случае, когда приходишь на прием к вышестоящему руководству, в данном случае, наверное, к руководству прокуратуры, тогда будет работа. Тогда мы не раз проверяли и не раз обращались к руководству прокуратуры, тогда не идут никакие отписки, сразу все проверяется, сразу запрашиваются материалы, идут проверки, устанавливаются виновные лица, привлекаются, и все хорошо. К сожалению, наши органы работают только в таком режиме, только после вмешательства руководства. Ну, что делать? Будем обращаться и будем менять ситуацию, пробовать все-таки, чтобы наши органы заработали, а не присылали нам вот такие вот пачки каких-то отписок, и добиться правды невозможно. Никто ничего не знает, никто ничего делать не будет, делайте, что хотите, никто не может какую-то управляющую компанию поставить на место, привлечь по многочисленным нарушениям, это и завышенная плата, это и не уборка, это все разваливается, все сыпется, ничего не убирается, ну, привлечь никто не может. Куча органов вот этих у нас, которых есть, ДЖИ, вот тут разные, и никто ничего не может, никто ничего не умеет, никто ничего не знает. А зачем вы тогда нужны? Что вы тогда делаете? Спасибо.